Всем здарова, братва, на связи, как всегда, я, Малфой, и это 72-я серия Пути Бомжа на Аризона РП. Разработчики, алё, 26 июня, а обнову до сих пор не загрузили? Я уже, блин, и морально, и физически подготовился, то ё-моё. Настроение у меня не самое лучшее, ещё этот биткоин, блин, ладно, давайте снимем прибыль. Потихонечку, помаленечку, мне удалось накопить 738 монеток, курс биткоина в банке 21,5 тысяч, и ещё даже в наличии они есть. На Аризоне очень много майнеров, и если разработчики ничего не сделают, вся система с видюхами пойдёт на дно, никто не будет ими заниматься в убыто. Я думаю, что разрабы, как минимум, уменьшат потребление охлаждающей жидкости, чтобы хоть как-то майнеры выходили в плюс. Короче, это мои мысли, я думаю, что пока что рано продавать свои фермы. После того, как я продал все битки, мой путь был ясен пень на центральный рынок. Купил я 4 платином рулетки и нашёл очень дешёвый хлопок. Ребятки, ну грех, блин, не купить его по 1700 за штуку. В итоге я потратил 3 миллиона 400 тысяч, зато получил 2000 хлопка. Ну а лён был по обычным ценам, его я купил на 5кк. Ещё 6 платиновых рулеток улетело на 3 миллиона, и самое время переходить к крафту. Казалось бы, 102 попытки, но должно выйти хотя бы 50 штучек. А в результате Малфой получил 59 охлаждаек, неплохо. Сразу же разобрался с двумя майнинг-фермами и осталось в запасе 50 жидкостей. Короче, я уже устал ждать обнову. У меня есть 10 платиновых рулеток, и сейчас их откроем. Падает мне 6800 баксов, дальше 8500, 33 котика, 14000 баксов, ещё 3 кассика, 14 подарков, 782 доллара, 14к, семейные талоны и финальные подарки. С золотых рулеток падает тот же самый хлам, лучше бы не открывал их. Пока есть такая возможность, нужно подфармить ларцы дальнобойщика. Но я решил взять в аренду фуру на 2 часа за 2 миллиона. Показывать весь процесс работы не вижу смысла, но разгрузился туда-сюда, короче. За 1 час работы мне удалось нафармить 8 ларцов дальнобойщика, а за второй час всего лишь 5 штучек. В итоге имеем уже 52 ларца. Ещё один момент меня очень сильно бесит. Какого фига преимущества VIP не действуют? Какой долг в центральном банке? Алё! Напишите в комментариях, как это пофиксить, а то я АЗшки уже 4 день не получаю. Владелец фуры Black Black решил мне продать 12 охлаждаек за 1,5 миллиона. Вообще я в шоке, что так сильно упали цены. Это реально дёшево. Добил я 35 ларцов организации и вот показываю вам, что долгов в банке у меня нету. Преимущества VIP перестали действовать ровно тогда, когда слетел мой Маверик в Гоас. Ой, короче, настроение чисто поразвлекаться. 11 прокрутов золотой рулетки и выпал мне один хлам. А серебряные крутить, ну это точно не вариант. Призы там вообще бляк. Кстати, ещё 8 часов в игре, и я наконец-то получу сундук платиновой рулетки. Но это чуть лучше, чем обычный сундук. С него будут падать нормальные призы. Докупил я ещё немного прокрутов и на ровном месте просрал 9 голд рулета. Это называется «Хотел выбить яхту, которая вот слева вверху». Что такое азарт? Думаю, смысла объяснять нету. Начинаем открывать ларцы. Опа-опа-опа, сертификат на Cadillac Escalade 2007. Вот это исторический момент. Я никогда на этом аккаунте не выбивал машину. По внешнему виду она нормальная и государственная цена 20 миллионов. Ну а рыночная будет чуть поменьше, всего лишь 12кк. Внимание на чат пацаны. В 19.30 какой-то чувак выбил кастомную фуру. Вы мне зафлудили все комментарии, чтобы я открывал ларцы в 22.00. Типа это идеальное время и фура всегда падает. Ну что, посмотрим. После продажи ДФТ-30 у меня осталось очень много тюнинга. И теперь Cadillac валит со скоростью 320км час. Продавать его я не буду, чисто оставлю для себя на покатушке. Ну а работать на ферме льна и хлопка, ой, сами идите и работайте. Три челика с супер граблями, тону вас в баню. Паркуем свою новую тачку возле дома. И теперь вопрос. Может быть застраховать Маверик и дождаться слёта, а? Перемещаемся с вами на 22.00. Ну и что ж, давайте проверять вашу тактику. Вы мне все флудили в комментариях, что в течение 10 минут после Пайдея можно легко выбить фуру. Ну а я уже открыл ларцов 10 и мне ничего кроме аптечек и зловещих монет не выпало. Была и первая минута, и вторая, и третья. Ларцы уходили и фуры так и не было. В итоге 22.04 я открываю последний ларец и мне нихрена не выпало. Зашибись вы надавали мне советов. Выйдет обнова и я мог бы заработать 50 миллионов, а получил пол инвентаря аптечи. На азарте открываем все ларцы организации и понятное дело всё в минус. Золотые рулетки мне тоже ничего не принесли. Ради интереса я решил понаблюдать за чатом ровно до 22.10. И что вы думаете, никто фуру так и не выбил?